Приветствую, парни, с вами Димон. Сегодня я решил проверить снаряд М900, новый снаряд на боевом рейтинге DS-803, который завезли американцам. Он вроде как очень перспективный и сильно ломает якобы баланс на этом боевом рейтинге. Я еще не успел до конца в этом убедиться, потому что произошло другое. Первые анонсы будущих новинок. Сегодняшний деф-блок посвящен шведам, в частности техникой, которая называется. Я сейчас постараюсь с первого раза прочитать правильно. Панцербанк Ванг Твет. Блять, пошла в жопу, короче. На самом деле вполне можно выговорить, есть вещи похуже. ЗСУ. На второй ранг шведы получат ЗСУ, которую окрестили разработчики как замена велосипеда. У нее отличная скорострельность, закрытое боевое отделение и всего лишь два члена экипажа. Но интересное другое. Я сразу решил сравнить ее с Р-3. Есть такой итальянский гробик, который носится как у Гореллы. Ему два раза, наверное, повышали уже боевой рейтинг. Вчера очередной раз его повысили. И он разносил всех с двадцаток. И здесь у нас у шведа тоже двасаточка. Причем перекочевавшая с истребителя СААП-Джей-2С1. Летчики, я думаю, очень хорошо с ней знакомы. И фиаско в том, что по скорости эта машина будет иметь максималку всего лишь 45 км в час. Поэтому суперскоростных маневров, обходов по флангам вряд ли на ней получится. Просто зенитка. Но все равно я рад, потому что в конце концов мы увидели первые деф-блоки. Очень долго улитка работала над очередным патчем. То ли дело в лете, которое не очень мотивирует на самом деле делать много контента. А возможно они там в загромах разрабатывали новые механики. Потому что очень большие надежды у многих игроков, кто связан с топовыми рангами, конечно же, на казы. Ну а панцербанды вагн 301 это как бонус для отдельной когорты игроков, которые поклоняются исключительно средним и малым рангам. В технике периодов Второй Мировой войны и немножко после военщины это как раз тот самый вариант. А в будущем подобное будут вводить все меньше и меньше, ведь с маркетинговой точки зрения это не очень-то и выгодно. Куда привлекательнее и профитнее оглавлять новые патчи какой-нибудь современной техникой типа F-16 там. Чёрная пантера, оплот, армата. Это очень сильно привлекает людей. Но и плевать, потому что из старой техники улитка решила оживить старичков. Например, Т-34-85 с пушкой ДПТ. Он изначально был классным, это один из моих любимых танков, ему понизили БР до 5-0. То же самое произошло с Шерманом до 4-7. Но самое удивительное, они вспомнили про премиумный ИС-6. Он очень у многих есть. Это старый премиумный танк, который изначально был на 7-0, его потом подняли на 7-3. Сейчас снова решили, почему бы не вернуть его на 7-0. Видать, поняли, что слишком много поводили кумулятивной техники, его пробивает, он как решето. Броня вообще в нашей игре для него ничего не значит. Ну, ладно, короче. Можно попробовать, и возможно заиграет по новой. После с моментом хотел спросить одну вещь. Ребята, какие боевые рейтинги вас разочаровали? Какие порадовали? Мне это нужно для фидбэка, чтобы сделать видео полезное, интересное. И возможно там будет топ лучших или худших после изменения техник. Так что можете смело жаловаться мне в комментариях под видео, или же просто предлагать, радоваться. Я все это обработаю, и соответственно в дальнейшем будет ролик по итогам произошедшего. Ну, а пока дальше пойду катать Абрамс с новым снарядом М900, который переехал здесь с 0 на 10.3. Я, разумеется, про версию IPM. Пока что никакой ультимативности и имбовости от этого снаряда не заметил. Временами эта дрянь еще и рикошетит от ВЛД некоторых западных машин. И это, конечно же, обескураживает. В общем, не сказал бы, что такой нагибучий уж снаряд, который сводит на нет любую советскую технику. С ним можно бороться. Единственное, что, конечно же, с таким снарядом машина еще и стреляет каждые 5 секунд. Вот это, конечно же, повод задуматься. Но, тем не менее, судя по заброневому воздействию, это не панацея. То есть, не какой-то супер рецепт победы для американцев. Поверьте. Но лучше обзорщиков оценит ситуацию время. Время все расставит на свои места. На этом я буду прощаться, ребят. Поддерживайте видео пальцы вверх. Пишите обязательно комментарии, как я и сказал, для фидбэка. Обязательно что-нибудь обсудим и сделаем ролик на тему лучших и худших машин после изменения боевых рейтингов. Я думаю, будет полезно. Все, ребята, всем пока и увидимся в следующих роликах. Субтитры сделал DimaTorzok